Я хотел бы искренне поприветствовать зрителей нашего шестого видео. Мы с вами обсуждаем лидерскую работу. Как помогать людям стать лидерами, как самому стать лидером, и как способствовать появлению большого количества лидеров в своей структуре. Почему это нужно делать, я объясню вам в седьмом видео. А сейчас пока просто примите это как данность. Мы говорили о системах. Я надеюсь, что все, кто посмотрел пятое видео, поняли, что построить большую структуру можно лишь в том случае, если будет налажена система. А что, собственно, это такое система? Это именно то, о чем я рассказывал в пятом видео. Все должны работать по этой системе, знать эту систему, и она должна действовать. По сути дела, система — это не что иное, как активная передача информации о продукции и о бизнесе. А теперь мы переходим к следующей, тоже очень важной теме. Это новый навык, которым вам необходимо овладеть, а именно организация, продвижение и проведение семинаров, учебных занятий и мероприятий. Мы ведь до сих пор об этом не говорили. В предыдущем видео речь шла про быстрый старт, о том, насколько он важен. А чтобы быстро стартовать, у вас есть возможность воспользоваться инструментом, который делает все предпринимаемые вами усилия еще более эффективными. При помощи этого инструмента вы можете повысить эффективность всех своих действий, а следовательно, добиться более быстрого роста структуры. Для этого вы должны понять, что вам следует, как вы видите на этом слайде, освоить навык продвижения учебных занятий, презентаций и мероприятий, их организации и проведения. Думаю, тут же найдутся люди, которые скажут, «Да ну, меня это вообще не интересует, потому что все это давно устарело. Я работаю через социальные сети, а на семинары и мероприятия все равно уже никто не ходит, это ведь никого не интересует». Социальные сети — это, конечно, важно. И про них мы потом тоже немного поговорим. Но это лишь 30% вашей информационной работы, а 70% делается при непосредственном живом разговоре. И недавно тому появилось прекрасное подтверждение. В 2020 году весь мир 2-3 месяца просидел на карантине. И вы тоже. Вспомните, какие при этом возникали социальные проблемы, какие трудности в человеческих взаимоотношениях появились. Все это, дамы и господа, было вызвано пандемией и карантином, который был из-за нее введен. То есть, если вы думаете, что люди теперь будут общаться только через социальные сети, то, как показал 2020 год, на этот счет вы заблуждаетесь. Социальные сети очень важны. Они оказывают поддержку. Однако не думайте, что вы сможете заменить мероприятия, семинары, учебные занятия социальными сетями. Вы можете их дополнить, но ни в коем случае не заменить. Думать так – это заблуждение. Ведь люди – социальные существа. Они хотят видеть человека в реальности, когда он стоит перед вами на сцене, или не на сцене, а просто перед вами, и что-то вам рассказывает о продукции, либо о бизнесе. Ведь вы хотите увидеть, как он это сделал. Он же это уже сделал. Находясь на уровне хобби, люди не проводят ни презентаций, ни учебных занятий. Этим занимаются профи и эксперты. Они должны это делать. А на уровне хобби люди об этом ничего не знают, они только учатся. Итак, мероприятия – это важно. После пандемии коронавируса такие мероприятия неуместны, или это уже не современно. Так тоже будут говорить, и нередко. Да, еще пройдет некоторое время, прежде чем все снова наладится. Но это же не говорит о несовременности. Представьте себе только свадьба без гостей, ресторан без посетителей, театр или кино без зрителей, спортивные мероприятия без болельщиков. Как вы думаете, такая жизнь у нас будет? Я в этом сомневаюсь. Соответственно, и после этой пандемии, после решения этих проблем, обязательно будут проводиться как массовые, так и небольшие мероприятия. Затем нередко звучат такие высказывания. Я организую обучение, но интерес к нему довольно низкий. Ну что ж, тогда задайте себе следующие вопросы. То, о чем я рассказываю людям на своих учебных занятиях, для них важно, приносит ли им это какую-то реальную пользу, получают ли они какую-либо нужную для себя информацию из того, что я им даю на занятиях. Это те первые вопросы, которые вы можете задать, затем, вероятно, вы получите на них ответы. Есть и другие проблемы. Если у вас нет структурированной системы продвижения мероприятий, то и приходить на них люди тоже не будут. Как показывает практика, если вы продвигаете какие-либо мероприятия, рассылаете приглашения по скайпу, через ватсап или другие электронные платформы, то это вовсе не означает, что люди обязательно придут. А третий момент. У вас просто слишком мало людей, которые занимаются продвижением, для того, чтобы люди приходили на ваши семинары. Об этом мы еще поговорим. Что еще можно услышать? Я провожу учебные занятия, но людей приходит мало и всегда приходят одни и те же. Это типичное следствие отсутствия системы в структуре. Если нет системы, то нет и воодушевления, нет новых людей, а значит, некому стремиться к получению знаний. Тогда и не удивляйтесь, если приходят всегда одни и те же люди. Итак, ту систему, которую мы обсудили в пятом видео, вы уже должны были хорошо усвоить и понять, почему она работает и почему это так важно. Кто должен овладеть какими навыками? Это следующая тема. Дело в том, что здесь возникает следующее недопонимание. Некоторые говорят, ну, я пока только в статусе любителя, у меня сейчас навыков нет, так что пусть этим занимаются люди и структуры надо мной. Но они там этим не занимаются, и поэтому у меня нет вообще никаких шансов на то, чтобы были организованы семинары или учебные занятия. Значит, у меня нет шансов достичь успеха. Давайте упростим до предела. Возьмем в качестве примера крайний случай. Допустим, вы находитесь на ступени любитель или хобби, вы смотрите эти видео. И возьмем крайний случай. Допустим, в структуре над вами нет ни одного человека, который вам помогал бы. Или же вы полагаете, что там нет никого, кто вам поможет. Допустим, что это так, но вы же не начинаете сразу с проведения презентации или обучения. Вы начинаете находить заинтересованных людей, учиться, как вести разговор с этими людьми, с чего его начинать, как приглашать их на презентацию. Это темы, которые мы обсуждали в третьем и четвертом видео. Этому вы учитесь. И на этом этапе вам пока не нужно организовывать большие мероприятия. Затем вы узнаете о том, что вам нужна система. Что необходимо, это ваша первая цель. Построить в своей первой структуре как минимум три бизнес-группы. Кроме того, вы должны передавать свои знания другим, однако и для этого большой семинар вам тоже не нужен. Это можно делать в ходе индивидуальных бесед. И так продолжается до тех пор, пока структура не вырастет до 100-150 человек. Вам самим пока не нужно проводить ни учебные занятия, ни презентации с большим количеством участников, даже если, а это наихудшая ситуация из возможных, в структуре над вами никто ничего не организует. Но когда вы уже выходите на размер структуры в 500 человек или приближаетесь к нему, вам стоит подумать над тем, чтобы еще раз и повнимательнее посмотреть видео номер 6, потому что в этом случае вам уже однозначно пора налаживать систему проведения презентаций. Мы их называем мероприятиями клуба Вивасан. Уметь проводить учебные занятия по бизнесу и продукции, и не только. Однако на самом деле, в структуре над вами наверняка есть люди, которые проводят обучение. Наверняка есть лидеры, которые возьмут вас под свое крыло и помогут вам с обучением. Поэтому давайте будем исходить из оптимального случая. Для того, чтобы избежать многих проблем, какие навыки мы можем освоить и какую систему разработать для успешного проведения учебных занятий, презентаций, семинаров, мероприятий? Очевидно, что мы говорим о навыке продвижения. Как приглашать людей? Это задача человека на уровне хобби. Продвижением должны заниматься те, кто находятся на ступенях хобби и любитель. Следующий уровень – это любитель. Он занимается продвижением, учится организовывать семинары и другие мероприятия, а также проводить их. А профи и эксперт уже должны свободно владеть этими тремя навыками. Ведь они не только организуют эти мероприятия, они их и проводят, а также выступают на них. Это их задача. Теперь давайте поговорим о продвижении презентации. Как приглашать на нее? Как я вам уже сказал, скайп, ватсап или просто приглашать людей – это не очень эффективно. Можете попробовать, но большого эффекта не ждите. Для этого используется другая система, совсем не сложная. В первую очередь, все инструкции поступают сверху, от структуры над вами, от профи и экспертов. В частности, это может выглядеть так. 17 июля мы проводим презентацию. Тема – иммунная система. Или, например, заболевание сердечно-сосудистой системы. При этом мы сейчас говорим только о продукции. Тема может звучать как боли в суставах или проблемная кожа, что угодно. Придумайте что-нибудь. Это должна быть одна тема. А теперь те, кто находится на уровнях хобби и любитель, должны пригласить людей. Как это делается? В первую очередь, они должны составить список, в который каждый из них запишется и укажет, сколько человек приведет на презентацию. Хоть одного, хоть сто – это совершенно не важно. Важно, что это своего рода обязательство, которое эти люди на себя берут. Конечно, многие скажут, у меня не было времени, мне что-то помешало. Это не проблема. Так бывает. В следующем видео мы услышим немного побольше на эту тему о том, как руководить людьми. Итак, те люди, которые занимаются продвижением, то есть приглашают, должны получить инструкции. Первое. Кого приглашать? Всех тех, кто в их списке. И может оказаться так, что именно для тех людей, которые только начинают и составили свой список ста знакомых и родственников, это станет хорошей возможностью пригласить людей из этого списка на презентацию или на клуб «Вивасан». Это же прекрасный шанс. Если человек сам еще не очень хорошо умеет выступать, не обучен ораторскому мастерству, то он имеет возможность предоставить выполнение этой задачи своему вышестоящему лидеру, который это делать умеет. Следующий вопрос. Как приглашать этих людей? Звоните, говорите, приходи ко мне, у нас будет презентация, там наверняка будет интересно. А точно ли ты придешь? Такой подход не очень хорошо работает. Но что, если вы зададите человеку вопрос на тему иммунной системы? Согласен ли ты со мной, что нам всем нужно больше думать о своей иммунной системе? Ведь стоит задуматься о том, как укрепить иммунную систему, особенно в свете прошедшей эпидемии. На это может последовать негативный ответ. Не знаю, меня это не интересует, что угодно. Тогда вы можете спросить, а ты сам что об этом думаешь? Почему тебя это не интересует? Ты же знаешь, какие недавно были проблемы. То есть совершенно обычный нормальный разговор. А затем следует приглашение. Что бы ты сказал, если бы я пригласил тебя и показал, как это делается? Ты пришел бы? Тот самый вопрос, который приведен на слайде. Если бы я тебе рассказал, как укрепить свою иммунную систему, или как избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, то ты пришел бы? На это от вашего собеседника, вероятно, последует вопрос. А что там будет? А кто там будет выступать? У меня очень мало времени. Вы говорите, не беспокойся. Покупать тебе ничего не нужно. Денег это не стоит. Это просто информационное мероприятие. На нем будут рассказывать о том, что нужно делать для активной профилактической заботы о здоровье. Для того, чтобы в следующем году у нас не повторились те же самые или аналогичные проблемы. Примерно таким образом вы можете проинструктировать своих людей, находящихся на ступенях хобби или любитель, на тему того, как приглашать. То же самое относится и к обучению. Когда вы проводите презентацию бизнеса или обучение бизнесу, кого вы тогда приглашаете? Всех, кто ориентирован на бизнес. Всех тех, кто хочет зарабатывать деньги с компанией Vivasan, но сталкивается при этом с проблемами. Тебе трудно найти новых заинтересованных людей? У тебя проблемы с презентацией продукции? У тебя не получаются те или иные вещи? Разных проблем ведь может быть достаточно. Или, например, у человека могут быть сложности с вопросами, ответами и возражениями негативного характера. Вы говорите, у нас есть для тебя специальное обучение, приходи на него. Если я тебе покажу, как действительно эффективно справиться с этими трудностями, как реально улучшить свои результаты, то ты придешь? Это те самые активизирующие вопросы, которые увеличивают шансы на то, что люди придут к вам на обучение. А как проходит сама презентация или обучение? Инструкций на эту тему достаточно. Есть много мероприятий, записанных на видео, вы можете посмотреть их на сайте нашего интернет-магазина. Но, тем не менее, я сейчас вкратце расскажу вам об этом. Итак, презентации и учебные занятия проводят люди, находящиеся на ступенях профи, эксперт и выше. Это во-первых. Во-вторых, когда вы делаете презентацию для группы участников, мы сейчас говорим о презентации продукции, то она может получиться намного интереснее, если у вас в структуре или в офисе есть врач. Ведь в наших структурах и офисах достаточно много врачей. И оказывать помощь и поддержку именно на таких мероприятиях – их задача. Если речь идет, к примеру, об иммунной системе или о болях в суставах, то вначале мы говорим на эту тему в общем ключе. Мы не выдвигаем вивасан на передний план. Не забывайте, мы – люди, которые решают проблемы. А один лишь продукт вивасан сам по себе проблему не решит. Это получится только в сочетании с информацией, как применять этот продукт, что нужно делать, какой образ жизни следует вести. То есть сначала дается общий обзор. Почему возникают эти проблемы, из-за чего ослабевает иммунитет? Ведь существуют определенные причины, вызывающие иммунологическую недостаточность. Почему возникают так называемые болезни цивилизации? У них тоже есть свои причины. Во многих видеолекциях, на многих семинарах мы об этом неоднократно рассказывали. И врачи это знают. Придерживаться определенного образа жизни необходимо для того, чтобы жить дольше. Мы говорим о здоровом образе жизни. Это ведь логично. А после того, как вы об этом всем рассказали, можно очень кстати объяснить, почему и зачем вивасан. Что здесь делает вивасан? В чем конкретно заключается задача продукции вивасан? Почему она пользуется успехом? Теперь можно рассказать и о биодоступности, и о продукции на основе натурального сырья, изготовленной из натуральных ингредиентов. Обо всем этом вы можете рассказать на презентации. И таким образом люди поймут, что это мероприятие имеет целью не просто продать товар, а донести информацию. Позвольте вашим слушателям задавать вопросы. Сами задавайте вопросы публике. Это не дает людям заскучать, создает настроение и вносит оживление в вашу презентацию. И в качестве последнего штриха в завершении презентации, а что если, после того, как даны ответы на все вопросы, и перед тем, как люди соберутся расходиться, вы сказали бы пару слов о бизнесе? Это ведь ваша работа? Вы же хотите, чтобы у вас появлялись новые консультанты? Или хотя бы шансы на то, чтобы привлечь новых консультантов? Вопрос может звучать так. Что если бы я показал вам, как вы могли бы в следующем месяце заработать в компании VivaSan 180 франков? Еще раз. Что если бы я вам показал, как заработать в компании VivaSan 180 франков за месяц? Кого это интересует? Пожалуйста, обратитесь ко мне после мероприятия, и я с удовольствием вам расскажу. Больше ничего говорить и не нужно. Может быть, к вам никто не обратится, а может, подойдет один человек или два. Но предложить стоит в любом случае. Откуда вы получите помощь? От верхних линий вашей структуры, а также от наших врачей. Кроме того, у нас есть множество сайтов, интернет-магазинов, информационных ресурсов, адреса которых вы видите на этом слайде. У нас есть литература, которая поможет вам подготовить и провести презентацию. Теперь поговорим про обучение. Как на него приглашать, мы уже узнали. Существует два разных вида учебных занятий. Одни посвящены продукции, а другие – бизнесу. Обучение по продукции – это мероприятие, на котором тем людям, которые интересуются бизнесом, более подробно рассказывают о продукции. Обучение бизнесу – это другое. На нем вам нужно тренироваться и работать с упражнениями. Мало что даст простое обсуждение с участниками того, как искать заинтересованных людей. Этому надо учиться при помощи ролевых игр. Нужно в форме ролевых игр тренировать нейтрализацию возражений и высказываний негативного характера. В ходе ролевых игр нужно учиться проводить презентации. И именно в такой последовательности. Сначала научиться, как это делается, какие слова и фразы следует использовать, а затем тренироваться при помощи ролевых игр. Какой помощью вы можете воспользоваться для того, чтобы успешно провести обучение бизнесу, я вам тоже рассказал. А в завершении этой темы мы постараемся понять, почему эта система, учебные занятия, презентации, клубы Вивасан, семинары, мероприятия, а также навык их организации и проведения имеют такую огромную важность. Самое главное, таким образом вы выходите на большее количество людей. Вы ведь помните, вы начинаете с малого. Презентации для одного человека. Вот ваш повседневный хлеб насущный. Но потом, когда структура становится все больше и больше, у вас появляется необходимость внедрить в ней систему для того, чтобы другие люди учились, как нужно работать. Для того, чтобы другие быстрее учились. Вот в чем главный секрет такого подхода к делу. Чтобы та система, которую мы обсудили в пятом видео, быстрее дуплицировалась. Это ведь и есть наша цель. Вы же хотите строить структуру быстро. Вы хотите работать быстрее. Как выглядит эта дупликация, вы видите здесь. Вы наверху, а под вами структура. Вы можете работать на разных платформах, сначала вести индивидуальные беседы, затем выступать перед публикой, проводить презентации по скайпу, через зум или ватсап, в социальных сетях. Всем этим вы занимаетесь. В том числе и через социальные сети. Вы тоже можете проводить любое обучение. Если помните, когда мы все были на карантине, многие перешли в социальные сети. И вот уже 100-150 человек услышали то, что вы хотите им сказать. Однако, как вы поняли, для этого необходимо знать продукцию, уметь говорить, обладать определенными ораторскими способностями. Это нужно для того, чтобы люди не отключались, чтобы они досмотрели ваш эфир и чему-то научились. То есть, социальные сети — это очень важно. Но, как я вам уже сказал в самом начале, здесь работает совокупность всех элементов. И рано или поздно, если вы действуете грамотно, это придает ускорение росту вашей структуры. Ведь при помощи презентаций и учебных занятий в вашей структуре распространяется информация, а это делается именно так — пригласить, организовать, провести. А затем увеличивать масштаб. Но вам не нужно собирать на каждой презентации по 200-300 человек. Если придут человек 5-10, то этого уже достаточно. Если вы будете проводить презентации каждую неделю, и на них будут приходить по 5-10 человек, то это будет намного лучше, чем проводить для 20 человек, но раз в год. Все дело в том, что вы должны вновь и вновь делать эти презентации, проводить занятия по бизнесу. Все это должно делаться постоянно. И люди должны знать о том, что эти мероприятия проводятся регулярно. А у вас должна быть система продвижения, в рамках которой все консультанты, которые пользуются вашей поддержкой, постоянно в этом продвижении участвуют и приглашают людей на семинары, на презентации, на обучение. Как можно это организовать? Можно, например, устроить небольшой конкурс. Тем, кто пригласит больше всего людей, вы вручаете маленький подарок. Это может помочь вам привести больше заинтересованных людей на ваше обучение. Благодаря этим регулярным учебным занятиям и презентациям появляются новые бизнес-группы и новые сбытовые структуры. И ваша структура растет. Этот навык – организовывать, проводить и продвигать семинары и учебные занятия – один из основополагающих. Ведь это именно тот навык, которым все лидеры должны овладеть и применять его на практике, если они хотят подняться со ступени профи на уровень эксперт и выше. Почему это настолько важно, я объясню вам в следующем видео. Это то самое «почему». Почему я должен это делать. Я надеюсь, что вы посмотрели эти шесть видео. Также надеюсь на то, что мне удалось изложить вам все более-менее понятно простыми словами. Вы посмотрели шесть видео. Пересматривайте их почаще, чтобы иметь целостную картину того, почему определенные вещи необходимо делать. Вопрос не ставится так, почему тот или иной человек там наверху этого не делает. Или так, почему он или она этого не делает, почему моя структура ничего не делает. Это не что иное, как отговорки. На самом деле вопрос ставится так, что делаете вы. И чем больше вы делаете, об этом я расскажу вам в следующем видео, чем лучше организована ваша концепция и стратегия, тем увереннее и быстрее будет расти ваша структура. Сейчас у вас есть возможность начать. Обращаюсь ко всем новичкам. Начинайте. А те, кто уже достаточно давно в компании, сейчас, быть может, скажут, «Боже мой, ну почему же я не посмотрел это видео 20 лет назад?» Друзья мои, что-то в себе изменить можно всегда. Начать сначала можно в любой момент. Всегда можно что-то улучшить. Я каждый год изобретаю что-то новое по очень простой причине, ведь жизнь не стоит на месте. И я тоже постоянно сталкиваюсь с чем-то новым, как в отношении продукции, так и в отношении бизнеса. И мне тоже приходится каждый год придумывать что-то новое и менять что-то в себе, в своих мыслях, приводить их в соответствие с изменившейся ситуацией. И вы тоже должны это делать. Я желаю вам больших успехов и прощаюсь до следующего видео. Оставайтесь здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok